Японская марка Isuzu отмечает 60-летие модели ELF или N-серии. В производстве сейчас находится уже шестое поколение этих малотоннажных грузовиков. И на 15-ю выставку Comtrans российское представительство Isuzu привезло несколько новых модификаций. В России мы представили три новинки. Это ELF с полноприводной трансмиссией, на газовом топливе и шасси с роботизированной трансмиссией. N-серия с роботом вышла на российский рынок летом. Такие машины уже выпускаются в Ульяновске. На Comtrans примером двухпедального ELF послужил эвакуатор с двухэтажной платформой на самом крупном шасси. Вообще, роботы доступны для трех модификаций ELF, массой 3,5, 7,5 и 9,5 тонн. А вот этот фургон-мороженица на шасси грузоподъемностью 7,5 тонн демонстрирует работающий на сжатом метане двигатель. Баллоны вмещают 300 литров газа, а 14-кубовый изометрический кузов поддерживает температуру внутри до минус 33 градусов. Еще одна новинка стенда Исудзе – уникальный пикап D-Max, который теперь предлагается с трехлитровым дизелем. А это его более брутальная версия, пережившая Ладогу. Внедорожный пакет Arctic Trucks улучшил геометрическую проходимость пикапа и помог преодолеть Ладогу Трофи – одно из тяжелейших внедорожных соревнований в мире. Главным преимуществом обновленного в этом году D-Max стал трехлитровый дизель. Таким был запрос российских клиентов, и мы его выполнили. Еще один козырь – пятилетняя гарантия. В прошлом году Исудзу продала в России около 500 пикапов D-Max. В этом году производитель рассчитывает на 700.